Я хочу, чтобы вы не путали тот классический либерализм, который в нашей стране представляли Герцен, Огарёв и их соратники. Они-то боролись за свободу от рактва настоящего, скажем, крепостного права и так далее. То есть это были благородные люди, любящие Россию. Что касается неолибералов, это люди, которые, о них много можно чего уголовить, но они ненавидят свою страну. И вот мы обратили с Татьяной Львовной Шишовой внимание на то, что эти люди, сколько бы они ни узнавали о современном Западе, вещей ужасных просто. То, что там фактически диктатура не просто неолиберализма, а диктатура Содома. Как мне сказала одна женщина, которую я встретила на Святой Земле, это наша русская женщина, которая с мужем уже 20 лет в Гааге, потому что ее муж международный юрист, и он представляет нашу страну в Гааге. Мы с ней встретились в паломнической гостинице в Иерусалиме полтора года назад. И она мне сказала, говорит, вы знаете, вот я уже 20 лет живу в Голландии, если 5-6 лет назад еще можно было как-то замкнуться в кругу своей семьи, своих друзей из России, сотрудников России, которые представляют нашу страну в Голландии, то сейчас от Содома уже спрятаться невозможно. Он стал очень агрессивен в последние годы. И вот вторгается к тебе без стука, вторгается к твоим детям, вторгается в твою душу, и от него уже нельзя спрятаться. Я это, собственно, и сама видела в последние годы за границей, когда бывало в командировках, и не только в Голландии. И вот мы с Татьяной Львовной долго не понимали, почему люди, хоть и либерального склада, но люди, которые совсем не приветствуют Содом, и многие другие гадости, которые должны были бы возмутиться, пришедшие из Запада в ювенальной юстиции, потому что они всегда возмущались несвободой. А тут принесли такую степень несвободы, что в каждую семью, сапогом открыть дверь, могут торгнуться чужие люди, органы опеки, милиции, ни за что, ни про что, и забрать детей. Вот вроде бы они все это должны ненавидеть, они должны возмущаться любой несвободой, направленной тем более на частную жизнь человека, как невинальная юстиция, они же приходят в твой дом, в твою крепость, которая уже перестала быть крепостью. Они без разрешения открывают холодильник, проверяют, что у тебя там лежит, достаточно ли там рацион питания для ребенка, плотяные шкафы открывают, проверяют, сделан ли ли ремонт, или есть трещина на потолке. То есть это грубейшее проявление насилия над человеком. Но они почему-то, поскольку это идет запад, не возмущаются. И вот нас это искренне поражало, потому что среди сегодняшних неолибералов много наших, кстати, я на любовных бывших друзей. Друзей по школе, по вузу, по работе, родственников, соседей. И потом, вот я предположила, что это любовь. Вы знаете, грубую русскую пословицу «любовь зла» и так далее. Вот если мужчина влюблен, особенно юношеского возраста, вот представляете, он может влюбиться в женщину панельную даже. И сколько ему не будут рассказывать, что эта женщина, прости господи, только под трамваями лежала. Он этого не будет слышать, потому что он влюблен. Вот точно так же наши неолибералы относятся к Западу. Что бы там ни случилось, это объект их любви. Что бы они ни узнали кошмарного о том, что там происходит, потому что, ну, знаете, все-таки нормальному человеку невозможно спокойно слушать. Что сделали, скажем, американцы в Ливии, что они делают в Сирии, в том числе и руками наемных, якобы оппозиционеров, вот этих игиловцев. Это же все американский продукт. Они делают вид, что они борются с игилами, на самом деле они его создали. Вот мне кажется, все это должно было бы возмущать наших либералов и как-то менять их отношение к Западу. Ну, я тоже люблю классическую европейскую культуру, я люблю европейскую мозгу, я очень люблю Моцарта, я очень люблю Вивальди, я очень люблю картины итальянских мастеров, я даже очень люблю фильмы итальянских неореалистов, таких как Элини, Рисконти и так далее. Но сейчас ведь это Содом, сейчас ведь это диктатура Содома, это нельзя любить, от этого можно отвращаться, этим надо внушаться, этого надо избегать. И, честно говоря, уже возникают мысли о железном занавесе, понимаете? Вот когда посмотришь, что там происходит и видишь, что они насаждают здесь, конечно, через наших российских чиновников, которые за большие зеленые деньги согласились предавать свою страну и свой народ. Как посмотришь на все это, думаешь, ну это же комфортный ад, западный мир, как можно этим восхищаться? Ну вот любовь есть любовь. Она не внемлет никаким рациональным доводом. Так что я думаю, что вот особенно это свойственно нашей столичной московской либеральной интеллигенции, у них такая вот юношеская любовь к Западу, которая ничто не может поколебать. Поэтому мы будем очень рады, Статья Галибовна, если эта книга кого-то из них хоть немножко поколеблет в этой безоговорочной влюбленности в Запад. Но писали мы ее не для них, мы писали это для большинства наших людей, чтобы они просто понимали, какая опасность грозит и нам. Чтобы они понимали, что там на Западе уже, к сожалению, как теперь модно говорить, пройдена точка невозврата. А у нас еще не поздно повернуть в другую сторону. Наша страна больная, но живая. А когда я бываю в командировках западных стран, мне кажется, что это уже покойник. И через все запахи дезодорантов кондитерских и жареного кофе вот проступает этот запах тления. Его уже невозможно скрыть. Это висит в воздухе буквально. А Евгений Маркоц, вот этот немец, который вырос у нас в Сибири, а потом в 14 лет его увезли, он же сел в тюрьму за то, что не пустил свою 10-летнюю дочь на урок сексуального посвящения. Вот уже формы мученичества начинаются. Он, правда, протестант, но он все-таки какой не есть, а христианин. И он сказал, что он понимает, что он должен был бы остаться в Германии, чтобы возглавить движение родителей, которых возмущает то, что на уроках это обязательный предмет, от него невозможно отказаться. За это он и сел в тюрьму, что он не пустил дочь на этот урок. Вот, что на этом уроке детям показывают под видом просвещения порнографию, страшную порнографию под видом учебных занятий. Что там детям говорят о всяких садовских грехах, как о норме, и даже как о предпочтительной норме, как о баталоне поведения. И требуют, чтобы они уже в 7 лет определили свою сексуальную ориентацию, рассказывая им, что пол биологический ничего не значит, главный гендер, твой социально-психологический пол. И по этому социально-психологическому полу, по гендеру, ты можешь быть наполовину мужчиной, наполовину женщиной, или утром женщиной, вечером мужчиной, или на четверть мужчины, на три четверти женщины. Вариантов бесчисленное множество. То есть уже в детские головы внедряется такая сатанинская гадость, чтобы оправдать и даже возвысить все формы садовских грехов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова